Агафья Ильинична ещё рано утром пошла в лес. В маленькой деревне, где жила старушка, печку топили дровами, а заготавливали хворост на протяжении всего лета. Вот бабушка и отправилась в чащу, сначала ходила неподалёку, но там соседи уже всё почистили, вздохнула она и пошла дальше. Агафья Ильинична, несмотря на свой почтенный возраст, была энергичной, поэтому она быстро собрала кучку веток и неспешно пошла в сторону деревни. Внезапно до неё донёсся какой-то странный звук. Женщина пошла к его источнику. Чем ближе она подходила, тем яснее слышался писк щенят. Но щенки сами по себе в глубине леса оказаться не могли. Неужели чья-то собака ощенилась и люди так избавились от приплода? Старушка повернулась из-за дерева и обнаружила маленького волчонка, застрявшего в капкане. Зверёк скулил из последних сил. Маленькую тонкую лапку зажала в железных тисках. Судя по засохшей багровой шерсти вокруг раны, животное отчаянно пыталось вырваться. Агафья Ильинична не смогла пройти мимо. Она приметила палку покрепче, осторожно всунула её между зубьями капкана, изо всех сил нажала, металл нехотя разошёлся в стороны. Однако волчонок не спешил убирать лапу, он со страхом уставился на бабушку и замер. Пришлось самостоятельно вытаскивать лапу зверя. Когда капкан со звонким щелчком захлопнулся, волчонок резко вскочил на лапы. Пострадавшая лапка тут же подвернулась, отчего животное чуть не упало на землю. Волчонок уставился на старушку. Теперь в его взгляде не было страха. Агафья Ильинична улыбнулась и потихоньку пошла домой. Позади послышалось странное пыхтение. Бабуля развернулась и с удивлением увидела волчонка. Со своими делами она успела забыть про малыша. Он был свободен, мог бежать куда угодно, а вместо этого хромал прямо за человеком. «Иди домой», — сказала зверю старушка. Тот не обратил на просьбу никакого внимания, поэтому женщина хлопнула в ладоши и топнула ногой. Но малыш твердо стоял на своем. Старушка решила, что волчонок сам отстанет, когда ему надоест бежать. У нее были более важные дела, чем отпугивание диких зверей. Волчонок не понимал, почему идет за ней, но был уверен, что все делает верно. Однако с каждым шагом силы у животного заканчивались. Бабуля шла медленно, но для раненого истощенного зверька даже такой темп стал недостижимым. Наконец силы окончательно оставили его. Зверек сделал несколько шагов, тяжело рухнул на землю и быстро задышал. Когда он поднял взгляд на старушку, то уже было далеко. На животное нахлынуло острое чувство одиночества. Волчонок сильно испугался, ведь теперь он никому не нужен. От безысходности он тихонечко заскулил. Старушка решила твердо следовать своему плану. Она сделала еще несколько шагов, но тут раздался плач. Она развернулась и увидела душесчипательную картину. Животное лежало на земле, неудобно подогнув раненую лапу. В его взгляде плескалось море обиды, одиночества и страха. Агафья Ильинишна громко вздохнула. Она подошла к малышу, подхватила его на руки и понесла домой. Вопреки ожиданиям, зверек не испугался, даже расслабился, и вскоре малыш задремал. Старушка добралась домой после обеда, а она тут же принесла животному чашку воды. Когда мисочка опустела, зверек устало лег. Агафья Ильинишна занялась раной животного. Она тщательно смыла засохшие багровые потеки, несколько дней в капкане не могли пройти для зверя бесследно. Ветеринаров и специальных лекарств в деревне не было, тут и на людей редко, когда хватало таблеток. Поэтому бабушка принялась собирать засушенные листочки в кастрюльку, залила сбор водой и развела огонь в печке. Пока готовился отвар, Агафья Ильинишна собрала на стол. Вчерашняя каша и кусок редьки не сильно подходили для кормёжки дикого зверя. Но больше у старушки ничего не было, поэтому она честно поделилась кашей с животным. Волчонок долго и недоверчиво принюхивался. Такого он раньше никогда не пробовал. Любопытная мордочка развернулась к хозяйке дома, таела свою порцию, не кривилась и не плевалась. Тогда зверёк тоже решил попробовать, он лизнул кашу языком, смешно склонил голову на бок, а потом лизнул её с другой стороны. Вкус был странный, но животному понравилось, голодный волчонок тут же набросился на угощение. Агафья Ильинишна только усмехнулась. Она решила оставить малыша у себя. Каждый день промывала ему лапу, кормила и поила отваром, постепенно зверёк становился всё более весёлым. Через месяц волчонок чувствовал себя хорошо. Даже бегать стал быстро, хоть и немного прихрамывал на пораненную лапу. Агафья Ильинишна решила, что животное можно выпускать на свободу. Старушка пришла на то место, где обнаружила зверя. Волчонок внимательно принюхивался и вдруг уловил чарующий и неповторимый запах мамы. Зверь, даже не оглянувшись, бросился за родным ароматом. «Удачи!» — прошептала вслед Агафья Ильинишна. Прошло два года, и женщина уже не вспоминала о случае с волчонком. Она постарела, ослабла, но никто не отменял заготовку хвороста, осень пришла слишком быстро. Ночью начались заморозки, выпал тонкий слой снега, который не таял под редкими лучами холодного солнца, но старушка всё ещё не насобирала достаточно хвороста, чтобы пережить эту зиму. Поэтому в один из дней она отправилась в лес. Агафья Ильинишна тянула за собой маленькие санки, на которые удобно было складывать ветки. Старушка зашла уже глубоко в лес, когда почувствовала недомогание. Верёвка от санок сама выпала из ослабевших пальцев, бабушка потянулась рукой к ближайшему дереву, чтобы опереться на него. Но в этот момент перед глазами потемнело, рука промахнулась мимо ствола. Агафья Ильинишна полетела на землю. Она ударилась головой о выступающий корень и потеряла сознание. Старушка пришла в себя только на следующее утро. С одного бока её грело что-то большое и тёплое, как печка. С другой стороны, по руке и ногам ползали маленькие пушистые комочки. Агафья Ильинишна ощущала, как малыши тыкаются в её одежду носом. Они поскуливали и облизывали пальцы. Старушка увидела щенка. Она ещё не пришла в себя окончательно, но была уверена, что животных рядом быть не должно. Она приподнялась. Тут же звери отбежали подальше. Старушка в изумлении смотрела на пушистиков перед собой. Волчица с двумя волчатами, вот кто грел её, не давая замёрзнуть на снегу. Солнце поменяло своё положение, значит, она была без сознания очень долго. Агафья Ильинич не следовало бы испугаться, дикие звери не самая лучшая компания, но она была уверена, что ничего не случится. Не съели же её до сих пор. Поэтому старушка аккуратно поднялась. Перед глазами больше не темнело, голова прояснилась. Волчица с щенками отбежала ещё дальше. Агафья Ильинична с удивлением увидела, что при беге животное немного прихрамывает на одну лапку. Тут же в голове всплыли воспоминания двухлетней давности, когда она выхаживала маленького обессиленного волчонка. Зверь вырос и превратился в красивую волчицу. Старушка нашла свои санки и медленно побрела домой. До самого дома Агафью Ильиничну не отпускало ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Выйдя из леса, она оглянулась, среди деревьев замелькали три тени, исчезая в чаще. «Спасибо», — прошептала старушка вслед волкам. Кто бы знал, выжила бы она в холодном лесу, если бы не помощь животных. Но волки не дали случиться трагедии. Звери умеют быть благодарными. И всегда платят человеку той же монетой. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.